Здравствуйте! Здравствуйте! Кто боится высоты? Это когда ты подстрахован и не боишься опасностей. Это многозначное значение. Там, например, страховка, как в веревочном городке, идешь от тебя, и ты на страховке подлежишь. Страховка тебе помогает это сделать или что-то еще. Кручу, я не знаю. Давайте дальше. Ехать в другую страну. Дать ему лед. А не, не призвать холодного демона и зиму. Никак. Снега туда добавить. Потом ничего не собралось, чтобы увидеть, что внутри. Религент вначале ищет кости, а потом пьет умы. Для того, чтобы смотреть что-то в организм, например. Если у тебя сломана кость, например, или что-то такое. Я не знаю, как это сделать, потому что я еще ни разу не влюблялся. Когда ты разговариваешь с мальчиком, которого ты влюблена, то ты теряешь дар речи. А вот, что девушка красивая. Может быть и жарко. Потому что зайцы высоко прыгают и очень быстро могут убежать. Два зайца могут тебя запутать. Например, вот ты, а зайцы вот так вот побежали. Ты говоришь, куда бежать? Я не знаю. Хищник не поймет, куда бежать. Играть с братом. В целиком прыгать. Летом, когда друзья пришли во двор, и ты играешь с людьми. Сначала 8 часов в околопарке, потом столько же часов в обычном парке. Самый лучший день. Заводи вчера. Это когда всегда можно погулять. В деревню, в бассейне. Сделать какое-нибудь сделало. Интересное? Да. Интересное. Я тут попрощусь смотреть телевизор. Уже кого-то пообнимать. Пойти по ходу. Смотреть мультики. Позвать друзей. С ними ты точно вряд ли поссоришься. И они тебе дом привернут. Вернут 200 тысяч раз. Позвать языки. Позвать языки. Двухи. Позвать76.